радио 54 у нас в гостях ансамбль маркелова голоса говорим о фестивале вудсток по новосибирске который пройдет еще раз напомним 13 января до на старый новый год а филармонии все правильно да все систем что это филармонии все будет проходить солидно надо как выглядеть или можно зажечь косугу там какой-нибудь там цепи шипы но я думаю что коллеги меня поддерживает что нет необходимости придавать этому концерту какое-то академическое значение потому что наша филармония уникальна в этом плане проводит большое количество различных по контрасту и интересу концертов поэтому у нас будет такая рокерская атмосфера интеллигентно рокерская атмосфера поэтому конечно же сказал да ну вот все этим как бы сказано нужно расслабиться удовольствие от музыки то есть если кто-то вдруг подскачет начнет танцевать никто не подел скажет что себе позволяете молодой человек только привет ну-ка сядьте на место а там привезли ремни специально летит шутка можно будет отрываться приветствоваться безусловно ну конечно в рамках ну конечно же гитар не ломать да да кстати в нашем концерте принимать участие помимо замечательного хорово ансамбля маркилова голоса кстати идея принадлежит игорь борис чуть его его художественную руководителю и менеджеру да был такой у меня вопрос чья идея но вот вы все да я сказал и менеджер александр казанцева и блестящая идея сейчас нами присутствует студии кстати да и ведет видеорепортаж это еще не все секреты в нашем концерте принимает участие один из лучших гитаристов города и тире один из лучших гитаристов страны евгений каргополов да да вот мы неустанно и плотно репетируем потому что мы хотели сделать эту программу как можно лучше в творческом художественном плане поэтому выбор пал на евгения и он вносит такую хорошую хорошую олдскуловскую нотку всего нашего всеобщего прекрасного звучания как выбирали материал и кто будет петь и что будет петь я думаю что как поделился секретом игорь борисович он выбирал материал основываясь на том какие группы принимали участие фестиваль в усток шестьдесят летом году и какие не принимали плюс естественно опирался на то что замечательный хоро ансамбль маркелов голоса по своей палитре имея мужские женские голоса совершенно разные по краскам они способны все это дело воспроизвести и даже больше поэтому материал выбирался так думаю что с учетом того что это можно сделать именно с маркеловыми голосами ну или есть личные предпочтения у игоря борисовича все таки он закоренелый рокер в прошлом настоящем и будущем поэтому он предложил материал вы согласились да так получилось немножко поспорили в рамках так сказать конечно да ну это опять же внесли свои предложения то есть такие более-менее приемлемые объять необъятно невозможно очень много групп которые были достойны принимать участие фестиваль вот сток но по каким-то причинам не получилось и молодые исполнители которые скажем так достойные последователи всех этих музыкантов тоже есть но это тоже очень сложно вместить в рамки концерта но мы о них помним но опять же сэм браун да да она во время вот столько наверно где-то там загорала или еще даже потом не было в процессе да но тем не менее такой материал тоже будет звучать конечно да на вудстоке по новосибирски да 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 хорошо я знаю что вы еще что-то нам приготовили в плане музыки да безусловно это тоже будет какая-то песня из этого концерта да да группа которая принимала участие фестивале вудсток 1069 году мы не будем называть название группы и даже название песни там мы просто а мы угадаем конечно да хорошо и так заслуженный артист россии игорь зенин очень трудно было остановить заслуженного расиста заслуженный артист россии игорь зенин с первого раза не получилось и выговорить тоже сложно дело в том что они все очень кратко по итогам в одном проекте кто-то и фигуляет но это криденс да не так точно да криденс безусловно это вот они а как же причем крико гривен скле это переводится как ну источник чистой воды или вот стремление к чистой воде какой-то американский значит за радиокомментатор перевел как адепты чистой воды то есть ну вот разнообразное такое трактование у них еще есть другая известная песня которую используют постоянно в фильмах когда показывают войну во вьетнаме ну да 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 безусловно или как она там называется есть такая песня у них да она там по моему тоже звучало на этом фестивале на первом так что вот как раз была актуальная тема в те годы вот борьба за мир во всем мире и так далее против войны то есть вот эта тема конечно на такой красной нитью я чувствую будет весело 13 января филармония приходите не пожалеете обязательно твой дом твоя область новосибирск 106 и 2 fm